Вот, вроде включилось. Да, запись начинается. Дорогие друзья, здравствуйте. Я хочу представить вам своего сегодняшнего собеседника. Это Гарри Табах. Насколько я знаю, Гарри первый выходец из пространства БСС, который стал капитаном первого ранга. Я правильно? Да, я стал первым офицером. В военно-морских силах США. Гарри выходец из Москвы, получил в Соединенных Штатах медицинское и военное образование. Затем служил в посольстве США в Москве, служил в миссии НАТО, ну и еще в ряде мест служил, включая Грузию. Гарри больше известен украинской аудитории, а также русскоязычной аудитории за пределами Российской Федерации. Ну, я думаю, даже не думаю, я знаю, что как собеседник Гарри очень интересен, с прекрасным чувством юмора, компетентен во многих вопросах. Ну, естественно, не во всех. Я думаю, Гарри, как и я, вряд ли разбирается в квантовой механике и ядерной физике. Ну, мы постараемся. Ответить могу, ответить могу на мой вопрос, но разбираюсь мало в них, да. Разбираетесь мало. Так что, дорогие друзья, мы сейчас будем проводить нашу беседу. Кстати, сразу подчеркну, что беседу вы увидите в записи. Сегодня воскресенье, 17 октября. Мы не проводим ее онлайн, потому что разница во времени не позволила бы нам собрать большую аудиторию. Что для Гарри было бы неудобно проводить глубокой ночью, когда, допустим, в России вечер. Я надеюсь, вы нам простите. Мы резать ничего не собираемся, тем паче, что мы не собираемся материться. Я уже обрезал. Переходить на язык, как это называют, вражных и взаимных оскорблений. Я думаю, что мы будем обсуждать самый широкий спектр вопросов, отличный до международной политики, до российско-американских отношений. Видимо, то, что всегда очень интересует русских, то, что происходит с президентами в Соединенных Штатах. Граждан России это интересует гораздо больше, чем то, что происходит с нашей российской политикой. Если верить российской пропаганде, сразу подчеркну. На самом деле это не так. Мы будем вести просто беседу. Просто беседу. Без всякого заранее подготовленного плана. Это, кстати, наше с Гарри первое знакомство. Видеознакомство я имею в виду. Я надеюсь, что, даже не сомневаюсь, что он окажется успешным и удачным, и мы сможем потом эти беседы продолжить. Гарри, пожалуйста, что вы бы хотели добавить к этому введению? Я бы хотел добавить, что я очень рад, что вы согласились, что мы в контакт вошли друг с другом. Я вас часто слушаю, смотрю. Иногда вас троллю. Иногда просто соглашаюсь. Иногда защищаю. В общем, я вообще с профессурой имею такие, что у нас называется love-hate relationship. Я считаю, что они в большевистском перевороте участвуют, что они у нас, вот эти все демократы левые, со своими идеями, со всеми. Как говорится, не умеешь делать, тогда можешь учить, преподавать. Ну, кстати, я сам сейчас стал преподавателем в университете, поэтому я чуть-чуть легче стал, легче на них наезжать стал. Медицина? Что преподаете? Нет, нет. В медицине, понимаете, как в медицине я только закончил фармацевтический факультет, но я практически никогда этим не занимался. Я сразу стал офицером морским. И, ну, это образование у меня есть. И вот майор Швиц очень переживает из-за этого. Он все время переживает из-за того, что я аптекарь. Ну, ничего страшного, я думаю, что быть аптекарем тоже не самое последнее дело. Это довольно-таки очень сложная профессия. Это надо быть химиком и биологом. Это сложная профессия, да. Не каждый может выучиться. Вот. И я сегодня специально оделся в вашу честь, видите, в костюме и с бабочкой, чтобы тоже быть похожи немного на профессора. И часто люди, конечно, думают, что это в украинских цветах, желто-блокидных, но это не совсем так, потому что цвета наших морских сил тоже желто-блокидные. Вот, допустим, вы знаете, у нас такие знаменитые шапочки, которые мы носим на кораблях и все такое. Они у нас тоже желто-блокидные. И вот символ или герб военно-морских сил тоже, вы видите, это синий с желтым. Или мы называем это сине-золотые. Так что так совпало, что и украинские цвета, и цвета наших военно-морских сил одинаковые. Вот, это такое вступление мое. И, конечно же, у меня к вам уйма вопросов, но я не хочу доминировать своими вопросами, потому что, как вы говорили, у нас не интервью не такое, а у нас такое дружеское собеседование. Ну, поэтому я сразу прыгаю к президентам Соединенных Штатов Америки. Да, давайте. Где-то год тому назад, перед выборами, вы сказали на Укрлайф ТВ, вы сказали, что у Трампа, у России есть какой-то там компромат на сына Трампа, у Кремля есть. Может быть, наркота. Потом сказали, что он в сутки находится в депрессии. Трамп, после того, как он разговаривает с Путиным, перепоговорил. И что цены на нефть выгодны расти при Трампе. Как бы он их повысил, хотя на горючее. И вообще, в принципе, то, что делает президент Трамп, выгодно Путину. И вот я думаю, вот сейчас, пройдя год, вообще-то это звучит, как будто вы говорили о Байдене. Сын наркоман, там какой-то компромат. Он все время звонит Путину, с ним советуется, а маме рассказывает. Цены на нефть поднялись при нем. И вообще много, что он делает, это в пользу Путину. Как бы вы говорили тогда о Трампе, а походу получается Байден. Вы изменили свое мнение тогда, или все-таки вы остаетесь при своем... Да, это очень хорошо, что вы провели это сравнение. И оно тем более плодотворно, что когда проходит время, и мы смотрим в прошлое, то многое в прошлом начинает выглядеть иначе, особенно когда мы сравниваем. Ну, давайте, с вашего позволения, по пунктам. Давай. Значит, насколько я знаю, да, у российской стороны есть некий компромат на Трампа, на Дональда Трампа. Компромат какой? Я не знаю, к сожалению. Я не знаю. Предположение, предположение... Мне говорили люди, мнению которых вполне можно доверять. Предположение, это может быть компромат сексуального свойства, когда Трамп посещал Москву. Я имею в виду, когда он занимался только бизнесом. И второе, это компромат, связанный с некими финансовыми операциями. Ну, насколько я знаю, вы знаете это лучше, комиссия специальная, которая разбирала, рассматривала, как говорят в России, под мелкоскопом дела Дональда Трампа, ничего подобного не нашла. Но я знаю, что победа Трампа воспринималась именно Кремлем. Кремлем как колоссальное достижение и очень выгодный для России шаг. Это первое. Второе. Что касается того, какие действия Трампа рассматривались как выгодной России. Я сразу, кстати, хочу подчеркнуть, что в данном случае Трамп исходил из, как мне кажется, интересов Соединенных Штатов. Я вообще считаю, что Трамп пытался действовать в интересах Соединенных Штатов, когда он пытался сдерживать Китай, когда он пытался заняться возвращением рабочих мест в Соединенные Штаты, когда он сдерживал миграцию. Это, безусловно, проамериканская политика. Безусловно, проамериканская. Я, кстати, уверен, что если бы не началась пандемия, он бы, скорее всего, выиграл президентские выборы. Потому что весной 2020 года, до разворачивания пандемии, все опросы показывали, что у Трампа шансы победить выше, чем у Байдена. Хотя за Байденом стояла коалиция меньшинств. Так это называется. Большевики. Да, ну, это люди, в общем, действительно, не просто либеральных, я бы сказал, слишком леволиберальных взглядов. Ну, большевики. Они в меньшинстве называются большевиками. Да, и мои знакомые Соединенных Штатов, кстати, которые, как и вы, покинули Часовский Союз, с ужасом мне рассказывали, что мы уехали из Советского Союза, и такое впечатление, будто Советский Союз нас здесь сейчас, по крайней мере, идеологически настигает. Так что какие-то действия, которые он совершал, выглядели как действия, совершаемые в интересах России, что не означает, что они были намерены. И, возможно, вот вся эта... Ну, а какие действия были в пользу... Вот у меня есть 20 действий, которые он сделал против России. Да, давайте так. То, что считает ослаблением НАТО. И вы прекрасно помните, что при Трампе отношения трансатлантические резко ухудшились. Возникли серьезные проблемы в отношениях НАТО. В отношениях с НАТО. Сразу поправляю. Но при нем в НАТО все стали вносить бюджет. При нем все танки и все самолеты НАТО, которые должны были летать, летали и действовали. Самолеты НАТО, стратегические бомбардировщики, летали на территории Украины. И НАТО функционировало при нем. Да, он не нравился всем остальным в НАТО. Почему? Потому что раньше президент Америки за них платил, за их ужин в ресторане. А теперь они каждый должны платить за себя при этом. Конечно, он не нравится. Но это же наоборот. Он сделал НАТО сильней, а не ослабил. Гарри, я знаю эту логику. Бюджет НАТО. Бюджет НАТО вырос. Да, я считаю, что эта мотивация была, мне кажется, справедливой. Что нельзя же полагаться только на вклад Соединенных Штатов. Надо платить самим за свою оборону. Ну, конечно. Да, хотя, ну, скажем, члены НАТО, ну, я имею в виду чиновники, мне рассказывали, что они и так много уже, слишком много платят, содержа базы и тому подобное. Ну, вы эту риторику тоже знаете. Я в данном случае говорю вот о чем. Что это давление Трампа, а это было именно давление, в его манере действовать, в бизнес-манере, в бизнес-стиле, оно вызвало очень сильное напряжение и откровенное недовольство, в том числе среди ключевых членов НАТО. Среди ключевых европейских. Допустим, а американо-германские отношения, Германия это основной партнер Европы, основной партнер, резко ухудшились, резко ухудшились. Вы прекрасно знаете, как Трампа воспринимала европейская элита, истеблишмент. Впрочем, американское истеблишмент тоже, значит, начальство такое. Никому не нравится, никому не нравится лидер. С точки зрения Кремля, с точки зрения Кремля, это все шло ему на пользу. Никому сильный лидер не нравится другим. Это первое. Второе. Считалось, что Трамп, в общем, не оказывает давления на Россию по украинскому направлению. Не оказывает давления на Россию, подчеркну. Третье. Ну как же, они могут это так и считать. Но это Байден и Обама наложили санкции на летальное оружие Украине, а Трамп дал летальное оружие, пошел вместе с Конгрессом Украине. При Трампе летали стратегические бомбардировщики над Украиной. При Трампе было спланировано самые большие учения Sea Breeze, которые, ну, произошли уже под Байденом, но спланированы-то они были при Трампе. При Трампе перестали российские самолеты, что мы называем баз, наши корабли там. И постоянно были учения при Трампе в Украине. При Трампе Индия перестала закупать самый большой закупщик оружия у России, а стала закупать у Америки и у Украины. Гарри, да, я еще раз подчеркну. Речь идет о восприятии. О том, как это виделось. И не просто из Москвы. Это не то, как это виделось, допустим, антитрампистам. Я, кстати, не антитрампистам, сразу скажу. Но тем более, что сравнение... Я знал, что вы мне понравитесь, в конце концов. Сравнение Трампа и Байдена, ну, явно не в пользу последнего. Ну, конечно. Но сейчас, да, дело выглядит так для Москвы, для Кремля. И, в общем, об этом говорят, что Байден оказался в конечном счете выгоднее Трампа. Хотя с ним были связаны довольно серьезные опасения и страхи. Они были связаны победой и последствиями. А смотрите, это сын Байдена взял почти полмиллиона долларов у Батуриной по какой-то причине. Это еще когда Трамп был президентом. И я вот думаю так. Если бы Гитлер в 43-м году говорил, что Рузвельт хороший человек, что Рузвельт нам в пользу, то американцы бы за него не проголосовали. Почему? Потому что враг говорит, что он хороший. А ему как раз выгодно, чтобы он не выиграл. И когда Путин говорит, да, Трамп нам выгоден, Трамп хорошо, по-настоящему-то он хочет, чтобы он проиграл. Чтобы американцы сказали, а, раз он Путину выгоден, и Путин это говорит, значит, надо голосовать против Трампа. Гарри, ну все-таки Путин публично этого особо не говорил. Ну я говорю, Кремль, Кремль, Кремль. Да, фигурально. Особенно ближе к концу президентского срока. Потому что боялись испортить отношения с возможным победителем гонки. Не хотели, да. И не хотели, кстати, мешать Трампу. Но ставка все-таки была на Трампа. И пытались Байдену помешать. Но таким образом они мешали Трампу, а не Байдену. Это уже вопрос оценки, оценки ситуации и оценки действий, которые вы совершаете для того, чтобы на эту ситуацию повлиять. В конечном счете, вы же прекрасно знаете, что всегда есть риск самого себя перехитрить. Он есть. Выкинув самого себя, да. Да, совершенно верно. А вот что касается, я бы сказал, некоторого восхищения Трампом в адрес Путина, что было. Вот лично мне очень многое объяснила статья Фионы Хилл. Вот Флорин ФС, она недавно появилась. О том, что Трамп испытывал восхищение перед таким стилем руководства. Ну, на самом деле, положа руку на сердце, я думаю, что любой европейский или североамериканский политик, за небольшим исключением, не может не позавидовать господину Путину. Потому что ему наплевать на парламент, ему наплевать на масс-медиа, он что хочет, то и делает. И, конечно, для любого политика отсутствие таких ограничений – это преимущество, особенно для Трампа. То есть психологически Путин и Трамп действительно в чем-то похожи. Вот чем? Трамп ничего такого, они говорят, что это психологически, но он ничего такого не сделал. Его забанили на Твиттере, его забанили на Фейкбуке, он их не закрыл, он ничего не сделал против них. Его критиковали все СМИ, он никого не закрыл, он никакого американского демократического института не прикрыл. А при Байдене, мы сейчас с вами что-нибудь скажем, нас забанят, нас выгонят. Хотя на Твиттере и на Фейкбуке Талибан может, Иран может, а вот Трамп нет. А вот Байден как раз сейчас, надо носить там маски, надо всем вакцинироваться, вот эти оружия нам надо всем сдать, он как раз на наши демократические… Гарри, я понимаю, я согласен. А Трамп-то ничего не сделал, хотя мог. Гарри, я согласен. Так чем же он похож-то на Путина в своей манерах? Психологически, психологически, я же не говорю, что действиями. Конечно, Трамп не мог совершить таких действий, и он, думаю, и не мечтал даже о том… Я не думаю, да. …сокровенных своих снах, чтобы подобные действия совершить. Но мы в данном случае говорим о сходстве психологического профиля, что, возможно, облегчало некое взаимопонимание, или могло бы сделать легче взаимопонимание Путина и Трампа. Другое дело, что у Трампа были связаны руки, да, из-за вот этого Deep State, глубинного государства… Он только отбивался. Я вот честно вам скажу, что я вообще ничего схожего между ними не вижу. Один высокий, другой низенький. У одного много волос, у другого мало волос. У одного вроде много женщин, кстати, по сексуальному этому компромату. Знаете, 30 лет я прослужил в военно-морских силах. Секс компроматом он не работает. Ну, Трампа, да, у него было много женщин. Они там написали. Большое дело. А, но у одного, один говорит, что у него много денег, но мы точно не знаем, или у него много денег, или нет, а может быть даже мало. А второй говорит, что у него денег нет, он только Родине служит, но мы все знаем, что у него очень много денег. И один бизнесмен, а другой КГБшник. Вот я вообще не вижу в них ничего схожего. Напористость. 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 Стремление к власти. Все любят власть. Путин был до последнего времени, до того, как он действительно оказался в лапах болезни, он был довольно таки энергичен. А чем он болеет? У него тяжелая онкология, у него психоневрология, у него еще и психические заболевания. Ну, я думаю, что у любого диктатора, который у власти так долго, и у которого так много власти так долго, они все психически ненормальны. Я вообще считаю, что политики люди не совсем в себе. Но вот онкологию у него поточнее можно? Чем он болеет конкретно? Это кишечник. Это кишечник. У него тяжелая онкология. Не переваривает, значит. У него тяжелая онкология. Да, это, кстати, очень насколько... С ограниченным горизонтом дожитие. Вот так. Вы знаете, в чем вас обвиняют, кстати? Кстати, я хочу сказать, что это очень плохая онкология. Это очень тяжелая, она болезненная. Больно. Больно человеку жить с этим. Ну, вы знаете, в чем вас обвиняют, что уже много лет, вы говорите, что завтра Путина не будет. Через месяц не будет. Конечно. А он все остается, а он все время остается. Я так никогда не говорил. Я говорил о том, что в 22-м году его не будет в политике. Причем я не говорил, что его не будут в живых. Я говорил, что именно его не будут в политике. Это первое. Второе. А в 16-м году я говорил, что он столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы. Это был год, когда у него диагностировали рак. У него не первый раз рак диагностировался. И тогда, в 16-м году, встал вопрос о том, чтобы возможно перенести президентские выборы, которые должны были быть в России в 18-м году, на 17-й год. Но врачи спасли тогда вождя, и была достигнута ремиссия. Вождя в кавычках, да? По аналогии со Сталином. Так что он подвержен болезням, как и любой смертный. Он имеет прекрасный медицинский уход. Это обвинение с профессора Соловья мы снимаем. Нет, обвинение не надо снимать. Люди вольны понимать так, как они хотят. Я отвечаю только за то, что я говорю, Гарри, как и вы. Но не за то, как нас понимают. А я вот, видите, мы с вами здесь разговаривали. Я вообще не отвечаю, за что я говорю. Я сразу всем говорю, я не отвечаю, за что я говорю. Потому что то, что мне приходит в голову, я сразу говорю. А потом я с собой всю ночь спорю. Иногда проигрываю сам себе. Гарри, не верю я, не верю я в то, что офицер военно-морских сил настолько не продумывает того, что он говорит. Слушайте, наш главнокомандующий вообще перестал думать. Так что мы берем пример. В каждой стране свое несчастье. Но я вам скажу, что я с вами согласен. Здесь я продумал, когда я вас спросил вопрос, какой у него онкология. Потому что вы, генерал СВР, говорят, да, у него онкология, онкология. И у вас вся информация есть, но вы не даете, какая же все-таки онкология. Но я здесь с вами согласен. Это, наверное, похоже, опять же, я это делаю как дилетант, на желудочное. Потому что мне тоже говорили очень часто, что в туалет с ним ходят вместе. Его охрана заходит с ним в туалет вместе. То есть она все, что он оттуда из своего тела выпускает, они забирают с собой. Потому что у нас тоже разведка. Они начинают в этом копаться и таким образом определяют. Вот такая, вот представьте себе такую работу в разведке, да? Это копаешься себе в дерьме президентов и разбираешься, чем же они болеют. Да, ну если считать, что политика дерьмо, да, то... То это нормально. Ну, по-моему. Ну, вы знаете, американская разведка, кстати, как и МИ-6, они имеют доступ к информации о здоровье президента. Ну, конечно. Они осведомлены. Они осведомлены очень хорошо. Есть такая служба в вооруженных силах. Есть очень много служб, которые люди не знают. Например, такая есть медицинская разведка, где сидят врачи, психологи, психиатры. Разные врачи смотрят на, как он выступает, что он говорит, и потом делают свои заключения. Ну, и также есть, которые ходят, охотятся, где он пил, где его слюна была, где его там отходы человеческие были, где волосы его были, и все это они разбирают и изучают. Есть такая. Есть такая же еще в вооруженных силах, в советских, я никогда не знал. Есть такие войска, называются КЕЧ. Вы слышали когда-нибудь про такие войска КЕЧ? Нет, не рассказывайте. Это коммунальная эксплуатика... Коммунальная эксплуатика... Эксплуатикационная часть. И мы говорили, у нас говорили, что это самые секретные, самые зверские войска в советской армии. Потому что там, где они появляются, в первый день отключается свет. Во второй день отключается тепло. А на третий день все заливает говно. Поэтому они самые страшные войска. Даже шутки, и те у них жестокие. Я понимаю, армейский харклер очень богат. Есть. Любой офицер мог бы поделиться множеством подобных историй. Как и, кстати, взаимная нелюбовь военных и политиков. Это тоже красиво и интересно. Да, я считаю, что... Вот часто мне тут говорят, что я должен идти в политику. Ну, в наших районах здесь. Я говорю, невозможно. Я вообще удивляюсь те военные, которые идут в политику. Вот вы видели, как наш министр обороны сейчас сидел и крутился. Он генерал. Он не министр. Он не политик. То же самое и с генералом Мэттисом. То же самое и с генералом Колон Пауэлом было. Они не могут. Мы из другой материи сделаны. Из другого материала. Мы, наверное, все-таки ближе к учителям. Вот офицеры, ну так как мы воспитываем, учим солдаты. Мы, наверное, лучше бы как раз в университете где-нибудь пристроились. Но самое большое у нас несоответствие, несоответствие, нестыковка – это с дипломатами. Потому что мы должны говорить честно, прямо, сразу, принимать решение, с этим решением идти вперед. А они у них, может быть, может нет, до завтра подождет. А если чуть-чуть наврали, тоже ничего страшного. Вот эти две культуры в посольствах нас всегда сталкивались лбами. И дипломаты нас держали за тупых сапогов. А мы их держали за врунов, за бесхребетных, таких слабых. Я задал дипломату, чтобы скрывать его мысли. Ну да, они не принимают решения сразу. Зачем? Завтра это все может рассосаться, поменяться и все такое. Зачем сразу морду бить? А мы, конечно же... Я не знаю, как военные относились к Трампу. Но я более-менее знаю, как относились к нему дипломаты. Уже. Ну у нас вообще госдеп, он левый. Вот Дипстейт был дипломатом. За что я и пострадал в Украине. Я запострадал за это в Украине. Потому что наш посол в то время, она была... Ну явно выступала против президента. А это же невозможно. И она же президент или он посол президент в этой стране. Американский президент в этой данной стране, куда его послали. Они также дают присягу служить президенту, как и военные. Мы не можем его критиковать, нашего главнокомандующего, публично. Пока мы на службе. И, конечно, наш госдеп, он очень левый. А военные, ну военные все, военные, большинство военных, мы консервативные люди. Там это стоять, смирно молчать. По определению, да. Может быть, помните, был такой генерал Александр Лебедь в России. Ну, конечно, мой любимый генерал. Да, и помните знаменитую фразу, что генерал-либерал, это все равно, что еврей или невод. Да, да. И он, дальше он сказал, а тот, который этого не понимает, сейчас мой начальник штаба, полковник Голдберг, вам это объяснит. Или какой-то там... Я не знал, продолжение. Продолжение у него было. Я присутствовал на этом, я присутствовал часто, я с ним часто... У меня были случаи, где я с ним беседовал. Во-первых, он говорил по-английски, понимал по-английски. Во-вторых, он... Юмор был, ну, просто... Если бы он был не генералом десантных войск, он бы мог быть комиком. Он бы мог быть Райкиным там каким-нибудь. Конечно, юмор у него был развит очень высоко. И один раз была такая история, когда раз в год собирали военных, давали презентацию. Ну, всех атташе там военных, всех иностранных военных. В Академии Фрунзе это проходило или в Генштабе. И вот какой-нибудь генерал давал доклад о состоянии российских войск. И, в общем, сидим, генерал Лебедь дает. А переводчик у него такой второго курса иностранных языков. Института, который там сколько пушек, кто командир. Английский лимитирован. Лебедь английский лучше. Ну, и Лебедь говорит, вопросы есть? И этот переводчик говорит, any questions? И встает то ли бельгийц, то ли датчанин. В общем, какой-то майор с серьгой в ухе, с винными волосами. И говорит, dear general, how does Russian army deal with homosexuality? А Лебедя такое, значит, лицо каменное. Давайте мы переведем. Как вы с каменой относитесь к гомосексуальности? И этот переводчик им говорит, товарищ генерал, он спросил, а Лебедь такой стоит каменный, он спросил, а что мы делаем с гомосексуалистами? Лебедь говорит, с кем? Он говорит, товарищ генерал, товарищ генерал, товарищ генерал, а сам чуть ли не пригинается, потому что он думает, сейчас ему лебедь врежет. Он говорит, с гомосексуалистами, он говорит, с дарасами, что ли? Ну, я не хочу, чтобы нас забанили. Да. Он говорит, ну да, товарищ генерал, их надо убивать. Этот бельгийц там в обморке, ничего не падает. Или кто он, датчанин, я не помню, из какой он армии был. Он говорит, what for general? Он говорит, товарищ генерал, он спрашивает, за что? Он говорит, как за что? Он ведь сам сказал, что они, дарасы. Там многие не поняли, но я катался на полу, держался за животное. Это контекстуальный очень юмор. Ну, это Лебедь, да, Лебедь, такой у него был. Да, это непонятен для людей, выросших в европейской культуре, я бы так сказал. Да, даже для военных. Да. Да, я понимаю, это как раз хорошая иллюстрация к пониманию различия в мышлении, в мышлении военных и политиков. Абсолютно, абсолютно, это разные культуры и часто непонимание между друг другом до степени такой, что ты начинаешь с ними презирать их, а не тебя. Это, конечно, ужасно, наверное, так есть во всех профессиях, где ученики не любят учить профессоров, студенты. У меня вот к вам вопрос, собственно говоря, мы уже отчасти его стали, в начале нашей беседы упомянули. Я знаю, что вы, как и я, считаете Китая очень серьезным вызовом для Соединенных Штатов и для России одновременно. Наверное, для России гораздо большим не просто вызовом, а потенциальной угрозой. Вы могли бы привести какие-то аргументы для, даже не аргументы, пояснить, как это видится из Соединенных Штатов, из-за океана? Ну, я вообще-то придерживаюсь такой политики, что нету хуже врага, чем мы самих себе. Вот самый лютый враг для меня – это левые евреи в Америке, то есть я сам. Я считаю, что для русского человека нету ничего хуже, чем сосед русский человек, который вот они там что-то. Для американцев – американцы. Поэтому у Китая, конечно же, угроза, но она угроза в первую очередь для нас, для американцев. Потому что из-за нас самих мы их создали. А сам Абдладен и Талибан, и Алкайда, и ИГИЛ – это все были, мы сами себе эти проблемы создали. Мы это создали. Это надо осознавать. Мы сами во многом виноваты в своих проблемах. Конечно же, потом мы по-человечески пытаемся сказать и сказать, что это Соловей виноват. Вот профессор Соловей, он лысый, и он виноват в этом во всем, во всех моих проблемах. Ну, так человек устроен, наверное. Китай, конечно же, мы сами создали. И я, конечно же, виню кого? Демократов. Потому что это при Клинтоне все наши фабрики туда ушли. Мы отдали им много. Вся наша фармацевтическая сфера ушла туда. Много-много чего. И вооружение мы давали им воровать. Мы им давали воровать наши технологии. И студенты здесь, которые приезжали. И ученые, которые сюда приезжали. И Китай, конечно же, сегодня вот от моих товарищей военных, они говорят, да, у них есть оружие, которое нам. Если у России, они говорят, чепуха, там кроме ядерной грязной бомбы у них в принципе ничего нет. Все это надувное, все это придуманное. А вот у китайцев есть. И вот китайцы себя ведут. И у них большая армия. Она дисциплинированная. Она хорошо финансированная. И у них есть уже такие ракеты, которые мы можем не сбить и не поймать. У них траектория меняется. У них есть корабли. У них есть высокие технологии уже. Конечно, еще не такие, как в Соединенных Штатах Америки. Но уже авианосец у них тоже. Авианосная группа создается. Подводных лодок у них меньше. Поэтому с военной точки зрения они нас догоняют. И может быть перегонят. Точно так экономически. Потому что у них экономика развивается и очень быстро. И они деньги как бы не разворовывают. А обратно в экономику свою вкладывают. Но с другой стороны, есть сейчас книжка вышла одного писателя. Фамилия, его зовут Гордон, как Гордон. Гордон. «Fall of China». Он говорит, что Китай распадется. Почему? Потому что при диктатуре, а там диктатура, и там один лидер, который будет долго, который долго и навсегда. Не может развиваться экономика, не может развиваться общество. Все равно, в конце концов, у них начнутся проблемы. Эти проблемы он начнет винить других них, иностранцев. И уже, он говорит, это происходит. Иностранцев, уйгуров. Еще найдутся, найдутся враги. И таким образом они идут, уже начинают идти как бы обратно вот это к Мао Цзэдуну, к такой же идеологии. Но это, вот он что описывает в книжке. Опять же, я не интеллектуал, я не могу пересказать книжку, как он написал. Но я понимаю, о чем он говорит. Что когда демократические институты уничтожаются, и они все уничтожены, не может диктатурировать. Вот и в России то же самое. Не может он это сделать. Поэтому сегодня, я думаю, самая большая опасность для Китая, это китайские лидеры, для России это российский лидер. Ну, а для Америки, вы сами знаете, мой взгляд на сегодняшнюю администрацию в Америке. Я знаю. Ну, кстати, у меня вот вопрос в развитии того, который мы сейчас обсуждали. Если мы воспринимаем Китай, вне зависимости от того, как мы оцениваем причины его возвышения. Но это возвышение продолжается, это правда. Китай борется за сырье, борется очень успешно в Африке, в Латинской Америке. Гораздо успешнее России, гораздо успешнее любой европейской страны. Не открывает ли это возможность для того, чтобы в будущем, вот когда, допустим, изменится российское руководство, его политика станет более реалистичной, точнее, более отвечающей национальным интересам России, в широком смысле России, да? И означает ли это, что возможно сотрудничество российско-американское на почве сдерживания Китая? Ну, я думаю, что они сейчас это пытаются сделать. Или Трамп это пытался сделать. Он должен был сбалансировать вот это. Это очень сложно сбалансировать, потому что, если бы был другой лидер в России, то, конечно, было бы это легче сделать. Но, понимаете, Китай все равно зависит пока что от Америки. Очень сильно. Не только потому, что мы его самый большой клиент. В покупке всех этих резиновых собачьих какашек, которые они там производят, дешевых. Но и всех этих продукций, всю эту пластмассовую. Но и в том, что мы снабжаем Китай едой. У Китая нехватка еды. Они, в принципе, больше всего закупают пищи в Соединенных Штатах Америки. То есть свинину, зерно, зерни из бобы, кукурузы, свинины. То есть разные вещи они закупают нас. Поэтому мы, в принципе, если сильно их отрежем, то они как бы с голоду там могут, голод может начаться. Поэтому есть, конечно, такой баланс. Но это же опять должна быть политическая воля. Это должно быть, чтобы... А сегодня у нас вот сын вице-президента, он каким-то образом получил полтора миллиарда долларов от Китайской коммунистической партии инвестировать в Соединенные Штаты Америки. Голдман Сакс, самый большой, самый древний инвестиционный банк, таких денег никогда ни от кого не получал. А вот сын Байдена, он такой талантливый парень, который получил такие вещи. Поэтому, конечно, в этом опасность есть. А для России, насколько я понимаю, очень много китайцев уже в России живут и обосновались. И женщины любят китайцев там, выходят за них замуж, потому что русские женщины красивые и заботливые. А китайские мужики работяги, и не бьют их, и не пьют. А рождаются-то кто у них? Рождаются же не русские, рождаются-то китайцы. И поэтому так вот до Урала... Знаете, я как-то был на учениях, где были китайцы в России. И я думаю, что они сделали это специально. Они передо мной развернули карту. А на карте почему-то у них по-английски написано все. Вот китайская карта. Написано по-английски. И до Урала написано, вот до Урала у них написано что, мол, это китайская территория, но я для наших этих слушателей, что китайская территория, но временно находится в России. В составе России, да. Да. И они это развернули, явно чтобы я это прочел, и наверняка чтобы я это, значит, рассказал нам там нашему военному атташе или еще кому. Вот думаю, что у них это в голове сидит. У них это в голове сидит. Я тоже думаю, что это сидит в голове. Это пока, правда, не задача ближайших лет. Я думаю, что это может произойти автоматически, без какой-то горячей войны или военных действий. Я согласен. Это будет... Дима, как спросили одного прапорщика, сказали, вот что такое демографический взрыв. Демографический взрыв. Он сказал, ну, это такое новое оружие, мы пока еще не знаем, точно не изучили его. Так что это может быть такой демографический взрыв. Такое оружие, есть такое оружие. Да, популяция России за Уралом, особенно в Дальний Восток и часть Сибири, конечно, способна привести к обезлюживанию этих территорий. Не к тому, что китайцы будут автоматически их занимать. Ну, это вот как вода, которая заполняет пусту. Понятно. Так что да, это угроза реальная. Знаете, это... Мы вот говорим, что Россия в очередной раз не упустила возможность не стать цивилизованной страной или не быть частью мирового общества. в 90-е годы, в начале 90-х годов, когда Советский Союз развалился, и вот Ельцин там в ООН перед Конгрессом США извинялся за коммунистическую партию, сказал, что мы не правы были, все, теперь мы готовы, все. И вот пошло это... Стало огромное вливание денег в Россию, даже ядерное оружие, вот эти тополя, это американские ракеты. Мы спонсировали, чтобы старое ядерное оружие избавиться, а более модерное создать. Все за это платила Америка. И все мы, которые имели какое-то отношение к бывшему Советскому Союзу, бывшие внуки белогвардейцев, дети власовцев, я с ними со всеми учился, украинский там, бендеровцев, мы все ринулись обратно. Мы все ринулись обратно, потому что решили, что все-таки вот сейчас все осознали. Люди хотят жить в капиталистическом мире, люди хотят жить по человеческим правилам, без гулагов, без КГБ, без всего остального. И многие из нас карьеру положили на это. Вот я много лет пытался доказать, что с Россией мы можем работать, что у нас есть враг, там террористы, там еще что-то. Мы должны бороться со всем, что угодно. Мы любим одну и ту же музыку, мы любим семью, мы ходим в театры, у нас есть общие вещи, которые мы разделяем между нашими культурами. и сейчас мы часто, мои сослуживцы, я, мы собираемся уже в возрасте, мы говорим, оказалось, мы проиграли, мы все эти деньги, мы все эти силы свои потратили зря. Россия вернулась обратно в свое крепостное право. И ничего мы не... Опять, опять случилось то же самое. Вот и когда вы говорите, что может быть в следующее, когда будет следующая власть, и которая будет уже нормальная, то можно будет с Россией договориться. Я, например, уже не пойду договариваться. То есть доверие уже подорвано, да? Ну, а сколько раз это может происходить? Согласен. Происходит, происходит. Потому что я как-то пришел к моему покойному отцу и говорю, нет, пап, Россия это не то, это другое. Он говорит, нет, это все равно то, это все равно. Ты увидишь, ты увидишь, ты увидишь, что они в этом замкнутом круге крепостного менталитета не могут вырваться никак они из него и не вырваться. Не при нашей жизни. Что-то ужасное должно случиться. И, конечно же, кто сейчас пойдет опять помогать России, если там что-то изменится в лучшую сторону? Я не думаю, что кто-то ринется опять. Только обезопасить ее каким-то образом. Помогать нет, но иметь экономические отношения, да. Допустим, Германия имела бы их крайне охотно. И вы знаете, что эта страна ведет себя, можно это назвать цинично, можно назвать реалистично, но, тем не менее, Меркель была фактически главным проводником Путина даже после начала войны в Украине. Вы прекрасно знаете. Я думаю, что они еще дружат с комсомольских лет вместе, да. Есть общие. Кстати, как вам видеть? Вот у нее, у нее с ним точно общие есть. С Трампом я не вижу с ним общие. А вот с ней, да. Ну, вы просто Трампа, Фил, я понимаю. Вы защищаете своего кумира. Я просто вижу, что он говорил и что он делал. Что он говорил, что он делал. Честно вам сказать, вот с вами бы, я с вами там не согласен во многих вопросах, больше, чем там, допустим, с Трампом. Ну, с вами бы я с удовольствием сидел бы, выпил бы пиво, в бане бы, парились бы сюда. Может быть, даже и с Обамой. Ну, хорош, с Трампом бы я это не делал. Я не думаю, что я мог бы с ним просидеть там полчаса, имея какой-то разговор. Он как человек противный. Но в моем опыте вот самые лучшие командиры, это противные, самые лучшие бизнесмены, самые лучшие врачи. Вот к врачу идешь, он, господи, как ты можешь быть врачом? Ты ужасный человек, а он самый талантливый. Он-то как раз тот, который лечит людей. То же самое с инженерами и со всеми. Иногда люди, которые что-то умеют и могут, они противные. А вот эти вот, которые тебе хорошие, там, в баню пошли, ты мой кум, и я за тебя там кадык вырву, и все, и мы выпиваемся. А когда подходят к делу, к делу, да, я согласен. Они ничего не могут. Они хорошие ребята, но ничего не могут. Они не могут принять непопулярные решения. Это, кстати, великая заслуга для политика, способность принимать именно такие непопулярные и тяжелые решения. И устоять перед общественным мнением. Ну вот, это и был Трамп. Это для западных стран. Таким был Трамп, а это мы его не любили. От него надо было избавиться. Это понятно. Вопрос на вскидку. Если Бог даст, доживем до 2024 года. За Трампа будете голосовать, если он будет баллотироваться? Или не будем так далеко заглядывать? Смотря против кого он будет идти. Знаете, если против Байдена или еще хуже Камала Харрис будет идти Сталин, я думаю, что я за Мао Цзэдуна проголосую. Ну точно так же, как и они себя вели. Они говорили, от Трампа надо избавляться любой ценой. Хоть за Сталина, хоть за кого. Только не Трамп. Ну и это же возвращается обратно. Это всегда есть обратка, когда ты эти люди. Но смотря в каком состоянии физическом, психологическом будет Трамп, он тоже не молодой человек уже. Но он себя показал как человек, который может что-то сделать. Для моих вооруженных сил он сделал очень много. Для Израиля и арабских конфликтов он сделал очень много. Для экономики, для Украины, для тех вещей, которые меня беспокоят, он сделал много. Для кого-то он сделал плохо. Для транссексуалов он сделал плохо. Им он не годится. Я не транссексуал и я не знаю никого так близко, на кого бы это имело такой эффект. Для меня это не важно. А для кого-то это важно. Это я понимаю. Это я понимаю. Такие вещи там или отношения с Россией или еще чего-то или отношения к Ирану. к Северной Корее. Вот допустим многие люди не знают, что во-первых Трамп создал такой мир между арабами и Израилем. И цены на нефть из-за этого понизились частично. И вообще ему бы надо Нобелевскую премию за это дать. Но понятно ему никто никогда не даст как Обаме. Допустим в Северной Корее никто не мог вернуть. Вот я был в комиссии по военно-пленам и без вести пропавшим работал с таким покойным Дмитрием Антоновичем Волкогоновым. Да. И вот отец политруков советской армии. Да. И вот у нас было 200 с чем-то человек в больше чем 200 с чем-то солдат военных которые пропали без вести в Северной Корее во время Корейской войны. И никто вернуть или отчитаться за них не мог. А у нас обязанны. Это обязанность наших вооруженных сил отчитаться за всех. И вот Трамп смог вернуть больше 200 останков из Северной Кореи. Это подняло дух у нас вооруженных сил. Мы своих нигде не бросаем. Никогда. И не дав ни одной рисины Ким Ченуну за это. Так же как и арабам. Израиль не должен был отдавать ни одной земли или еще чего-то чтобы подписать с ними мирный договор. Поэтому вот эти такие дела которые он делал для меня они были важны. Поэтому я не трампофил я наверное трампольер. Хороший телевик надо бы этого запомнить. Слушайте по поводу Украины несколько раз мимоходом упоминали но это естественный вопрос в нашей беседе вы видите какую-то перспективу урегулирования конфликта и какую роль должна бы сыграть Россия. Сразу говорю что у меня впечатление что пока Путин власти конфликт не будет урегулирован это абсолютно исключение. Нет он может быть урегулирован если Путин вдруг проснется в один прекрасный день сказать все хорошо давайте урегулируем этот конфликт но этого никогда не будет потому что этот конфликт ему выгоден он все время может дергать за эти нитки это всегда будет вот эта кровоточащая рана которую он может манипулировать но урегулирование конфликта не зависит от Украины он зависит к сожалению от России к сожалению вот эти урегулирования конфликтов они в моем опыте в которых я участвовал они всегда зависят от стороны агрессора вот они хотят остановить агрессию тогда она остановится нет не остановится и единственное что может остановить агрессию это еще большая агрессия вот во второй мировой войне они ждали 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 но дать ему еще чуть-чуть дать еще ему чуть-чуть и пока не показали больше агрессии чем Гитлер Он не останавливался. Так, к сожалению, история создана, что всегда... Почему вот волкодавы могут отогнать волков? Потому что они еще больше агрессивные, чем волки сами. Я понимаю. В этом и есть роль вооруженных сил, кстати. Стать большими волками, чем в соседнем лесу. А вот сегодня мы, к сожалению, уже так не воюем. И мы пытаемся выиграть их сердца, их мозг, войти в их положение, помочь. У нас, у американцев, всегда есть такое. А мы кинем еще миллиарды, еще миллиарды туда и таким образом решим. Но, к сожалению, так не решается. Японцы были чрезвычайно агрессивные. Они не сдавались и никогда бы не сдались. Они бы умерли до последнего человека воевать, до последнего ребенка. Поэтому надо было показать еще большую агрессию. И заодно уже показать и России, и Советскому Союзу, и всем остальным, что мы можем даже и атомную бомбу с кинуть. Такие мы агрессивные. И все. И началась демократия там, и в Германии, и везде все. Если бы еще дальше пихнули, может быть, и в Советском Союзе бы было. Но при Сталине остановились. Вы сейчас повторяете логику. Есть такой известный американский историк Хэнсон. У него я прослушал недавно замечательное выступление. Генерал Паттон, американский аят. Не столько интересен рассказ о Паттоне, сколько о определенном человеческом и политическом, и военном типе. Вот вы сейчас этот тип описали, что для того, чтобы справиться с варварами, надо самому вести себя в некоторых ситуациях, как варвар. Надо просто отдавать себе отчет о том, что цивилизацию способны защитить от военной угрозы только такие люди. К сожалению. К огромному сожалению. Сейчас его буквально-буквально повторяется. Паттон же пришел к Трумэну и сказал, давай я сейчас начну. А будет выглядеть, как будто они начали. И мы в Советский Союз устал, воевать больше не хочет. А мы самая сильная армия в Европе, чтобы отсюда сто раз не кататься туда-обратно. Сейчас мы начнем. Зайдем туда с госпиталями, с шоколадом и со всем остальным. И все, они скинут этого Сталина. Он ему уже по горло надоел. И Жукова перетянем на себя. У него был такой план. Но Трумэн посчитал, что он сумасшедший Паттон. И этого не было. Хэнсон говорит, что это все-таки скорее миф. Миф, может быть. Я что купил, зато продаю. Но миф интересный, я согласен. И он как раз в нашем разговоре вполне уместен. А можно я еще раз вас ударю? Еще одно. Что же делать? Конечно. Работа такая. Я говорю, это не мы, так и жизнь такая. Кто это сказал? Вот я последний, ну не последний, крайний вашу передачу слушал. И вы часто говорите, что у вас источники там в Кремле, источники в Белом доме. Хотя я никогда не знал никого, у кого столько источников. И вы вот говорили в Крайнем Союзе, что сейчас там в Кремле столько ликинг, как по-русски ликинг. Утечки. Утечки, утечки. Очень много утечки. И они убрали многих ФСО и СВР, ребят, из-за этих утечек. Что они прям проредили свои ряды. Ну, в принципе, если эти утечки попадают к вам, а вы это разглашаете, надо бы ликвидировать вас. Нет? Да. Ну, я вижу ваше улыбающее лицо. В России надо всегда добавлять пока. Пока. Ну, дай бог, чтобы этого не было. На самом деле, эта информация чувствительна, но она не очень опасна. Она не очень опасна. Опаснее всего, когда вы называете номера счетов. Вот это. Вот это по-настоящему опасная информация. Это же очевидно. А то, что происходит там, пусть это даже святая святых, ну, невозможно это скрыть. Это невозможно скрыть. Другое дело, что не все решаются передать ту информацию, которую они обладают, особенно в России, гласности. Ну, я могу это делать. Но это очень дозировано, поверьте. Но вы все-таки из-за этого пострадали. Вас выгнали из университета. Меня выгнали из университета. Мне сказали, Келейна, что это по политическим мотивам, что потребовали меня выгнать. А, ну все, тогда нормально. Я просто хотел видеть, чтобы вы где-то пострадали за это. И теперь я понял, что вы пострадали. Нет, моей жизни угрожали. Я шучу. Моей жизни угрожали в полном смысле слова. Было два эпизода, когда мне пришлось просто откровенно прятаться. Потому что моя жизнь висела на волоске. Пострадала моя жена, пострадал мой сын, причем серьезно. Так что все это не так просто. Ну, я не в числа тех, понимаете, которые хвалятся этим на каждом шагу или рассказывают о том, как он пострадал. Нет. Ну, это то, что я делаю. Значит, жалеть вас не стоит. Жалеть вас не стоит, да. Нет, не стоит жалеть. Я хорошо знаю, что я делаю, ради чего я это делаю. Да. Честь и хвала. Честь и хвала. В данном случае у меня такая принципиальная позиция. Так что, да, риски велики, очень велики. И они, к сожалению, увеличатся, вырастут. Время будет еще тяжелее, чем сейчас. Будет, да? Да, нет сомнений. Для всех, для нас? Для всех в России, по крайней мере, для тех, кто занимает какую-то более-менее активную позицию. Совершенно точно. Похоже на то, что к власти придет подобие силовой хунты. По мере ослабления президента. И они ужесточат и без того жесткий внутренний режим. Ну, для нас тоже это, наверное, нехорошо. Это нехорошо. Это нехорошо для всех, когда люди думают, что... Я думаю, что вот когда... Я тоже думаю всегда, что люди, они идиоты. Когда они думают, о, сейчас Америка развалится, все. Если Америка развалится, вы развалитесь вместе с Америкой. Если Америка чихнет, у вас воспаление легких. Что вы не видите, там, цены на нефть или еще на все остальное. Это же все из Америки. Ну, так сложилась история. Ну, и точно так же я считаю, что если в России какая-то опасность, или это когда кто-то радуется, говорит, а вот сейчас там русским будет хреново, или украинцам будет хреново, или еще кому. Ну, я всегда считаю, что это, или Китай, то это отразится на всех. На некоторых больше, на некоторых меньше, но отразится на всех, на нас. Конечно же, хорошо, чтобы, если бы мы жили все мирно и дружно. Как это в каком-то мультфильме это говорило. Ну, хотя бы умели договариваться, я бы так сказал. То есть, жили хотя бы в рамках некого бизнес-соглашения, ну, сделок, да. Потому что приходят... Ну, вот вы говорите, как Трамп. Вот вы сейчас прям трампист. Он говорит, ничего не бизнеса. А я говорил, что мне он во многих аспектах был симпатичен. Я считаю, что он проводил действительно правильную политику. Ну, а она находилась в русле... Можно я считаю это себе в трудодень, что я завербовал профессора Соловьяцева в трампистские ряды. Договорились. Я нисколько не изражаю против этого. Сейчас это не столь опасно по информационным последствиям, как, допустим, в начале 20-го года или в середине. Когда чуть ли не гражданская война началась. Она началась. К сожалению, я считаю, что у нас уже началась. Если ты за Трампа, то тебе не... Если ты против Байдена, то тебе не поздоровится. А если тебя забанят и в Фейсбуке, и в Ютубе, и везде, и на границе будут шмонать. А вот сын его может пистолет выкинуть возле школы, на наркоте быть, еще что-то. А у него картины продаются по полмиллиона долларов. Он еще и талантливый художник. Поэтому за что вот в Америке мы верили? В чем была Америка? То, что здесь все имели, в принципе, перед законом одинаковые права. Вот Никсон нарушил закон, все, увольняйся. Министр где-то, что-то они прокололись, все, подавайте в отставку. Сегодня этот кошмар, который был создан в Афганистане, это предательство, которое было в Афганистане, никто не в ответе, кроме одного подполковника, который задал вопрос, а кто ответит за это? А если ты сын Байдена, то тебе все, если ты Байден, то тебе все сходит с рук. А если ты офицер вооруженных сил? Нет, ну в вооруженных силах у нас еще кое-что осталось. Потому что все-таки сына Байдена из вооруженных сил поперли за наркоту. Это хотя бы в вооруженных силах у нас еще это осталось. Но тоже это недолго будет. Это сейчас они заняты этим развалом вооруженных сил у нас. Да. Но, кстати, я что хотел про вооруженные силы-то вас спросить. Вот мы-то с вами познакомились благодаря генералу СВР. Но он потом почему-то дал заднего и со мной не захотел вести передачу. И вы заменили, вы встали на его... Ну, мы договорились с ним предварительно, что мы попытаемся на троих организовать. На троих? Да, на русский манер, что... А, ну тогда я его спрошу. Тогда я его спрошу. Тогда вы его спросите непосредственно. Да, почему... Я никогда не мог понять, почему у них воинские звания. Вот там майор Швиц. Почему он майор? Где он командовал батальоном или чем? Я не понимаю, почему. Это традиция. У нас там в ЦРУ, в ФБР нет воинских званий. У них там агент номер 48. Агент такой. Или государственный служащий такой-то. 10-12. А здесь у них воинские звания. Причем не только. Там еще в какой-то налоговой инспекции воинские звания. В железнодорожных войсках. В железнодорожниках воинские звания. Все входят в генеральских погонах. Да, я бы устал просто только честь отдавать всем ходить там. Все время махаться. И... Да. Да, вот такие. Причем... Еще вот это... Майор Швиц, он как-то сказал в своей передаче, что нету такого звания в американских вооруженных силах, как капитан первого ранга. Что меня очень удивило. А какое же есть? Я так говорю... Вот разведчик, да? Вы же должны знать наше звание, как бы. Какое же есть там капитан? Вот. Тогда и нету полковника, а есть колоннел, короннел. Это же в переводе на русский язык идем. Ну, вот такие странности были. Поэтому я хотел у генерала СВР это спросить. Ну, спрошу. Ну, потому что вас-то все знают, и вы в опасности, и вот ваша семья пострадала. А он как бы генерал, который должен быть на коне впереди, как говорил Шпайль. А его никто не знал. А он в безопасности. На него было несколько покушений. Да, было? Он пострадал, да. То есть плохо. На него, на семью, да. Да. Я его лично знаю. Потому что я вас подозревал очень долгое время, что генерал СВР и вы это один и тот же человек. Да, слушайте, ну, я встречался с этими подозрениями. Сейчас они повысякли. Но я не обладаю своей информацией, которую обладает группа этих людей. Это, конечно, собирательное название. А, это собирательное? Это несколько человек. Это несколько человек там с информаторами. Причем там и действующие офицеры есть. Но, по крайней мере, одного я знаю очень неплохо. Он действительно генерал-лейтенант. А двух-трех я знаю шапочек. Спасибо. А, это собрано. Нет, я потом понял. Я говорю, это где-то давно я... Нет, я его тоже слушал. И я... Даже он как-то что-то сказал про меня. Такой... Изэй Лорионова Андрей Николаевич сказал. Ну, что этот швец, он... Явно... Он делает это одновременно. Они все начали налетать одновременно. Все наши левые эти начали налетать на Андрея Николаевича. И это тогда я выступил в его защиту. Хотя я его еще тогда не знал. И тогда же вы... Да-да-да, сейчас мы дружим. И даже... Я помню, и вы, и вот генерал СВР тоже высказали, что это билиберда, что он говорит про... Ну, я считаю, что ни генерал, ни капитан первого ранга, ни профессор, ни советник бывший, хоть мы все и бывшие, ни советник президенту... Негоже нам с холопами на дуэль вызывать с майором. Это слишком низко. Я думаю... Это слишком низко для нас. Надо кого-то в своем весе... Слушайте, вы Афганистан упомянули. На ваш взгляд, какая альтернатива была? Надо было оттуда уходить? Или уходить, но по-другому? Скажите. Что вы думаете? Спасибо, что вы задали этот вопрос. Мы сильно переживаем. Это сильный удар. Никогда такого не было в Америке. Во-первых, потому что мы выращены... У нас это ДНК. Ну, не бросаем мы своих. И своих товарищей мы не бросаем. Не бросаем американцев. Мы в морской пехоте, я помню, было эвакуировать там госпитали, воен. Он всех все равно забирайте. Он не доедет живой. Неважно. Все равно его тело домой. Всех вернуть домой. Не бросай. Спасение рядового Райана. Вот мы. Вот это американцы. И такие есть. Они остались в Афганистане. И они до сих пор там. Это волонтеры, это ребята, бывшие спецназовцы. Pineapple Express называется. Которые спасли больше 600 семей и своих сослуживцев, афганцев, с которыми они ходили в разведку, спецназовцев. А когда их там бросила наша власть. И там помогали им, конечно, люди из Госдепа. Хотя мы с вами их критиковали. И из ЦРУ ребята помогали. Те, которые бравые, которые ставили свои карьеры под удар. Вот это настоящие американцы. То, что там произошло, это не Америка. Я не могу себе даже представить это в самом страшном сне, что там случилось. Должны мы были оттуда уходить или нет? Вопрос спорный. Потому что это политический вопрос. Да, с одной стороны мы должны заканчивать эти бесконечные войны, где мы ничего не добиваемся. С другой стороны у нас войска стоят и в Японии, и в Корее, и в Германии еще со Второй мировой войны. И мы оттуда не ушли. И ничего страшного. А наоборот, хорошо. С другой стороны, что Трамп, опять же, он посмотрел и говорит, подождите, 300 миллионов в день мы в эту страну вливаем в течение 20 лет, а ничего не изменяется, кроме того, что какая-то группа людей, включая президента страны, который, он такой же афганец, как я, русский, он в 12 лет приехал в Америку и закончил Колумбийский университет. Он профессор, кстати, преподавал в Джан Хапкинсе. Его сын как раз, его сын, дочка, все работают на эти левые и соровские организации. И то, кроме них, вот этих же, у которых там не только унитазы золотые, а все золотое вообще. А народ живет, продолжает кушать эти какашки от верблюда. Но Трамп, конечно, сказал, тогда надо уходить, надо заканчивать это все. Но, конечно же, люди против этого. Многие теряют денег. Так же, как и фармацевтические фирмы. Он очень много на себя взял, он стал воевать со всеми одновременно. А люди не хотят терять такие деньги и такую власть. И смотрите, вы же, вы не помните таких. Мы же не только из Афганистана он выводил войска. Он выводил войска из Сирии, вывел войска. Но этого же не было. Такого же не было. Вы никогда не видели, чтобы бежали курды и хватались за часи. Хотя его обвиняли, что вот он только предал курдов и все такое. Нет. Потому что остались наши советники. Осталось прикрытие с воздуха. И войска наши ушли неподалеко. Они стояли неподалеко. И сказали, кто сунется, мы их грохнем. Сунулся Вагнер. Убили. Эрдоган начал что-то против курда выступать. Грохнули валюту его. Экономика. Потому что раньше за лиры 90, лиры 80 можно было купить доллар. Сейчас 8 лир доллар стоит. Это Трамп все сделал. А здесь же он договорился. Почему нельзя было договариваться с Талибаном? С Фраком. Колумбия договорилась. С IRA Ирландии и Великобритании договорились. С Актами Тайгарс в Малайзии договорилась. С палестинцами и израильтями договариваются все время. Почему с Талибаном? Он с ними договаривался. Он с ними договорился. Сказал, что войска будут неподалеку. В Туркменистане, Таджикистане или Узбекистане. Прикрытие с воздуха будет. Армия будет снабжена. Афганская. А она без воздуха воевать не будет. Мы их обучили воевать только с прикрытием воздуха. И если что, мы неподалеку стоим. Вот эти две с половиной тысячи солдат, про которых сейчас в Конгрессе и везде говорили, что они говорили, да, они ему скорее там остались. После того, как Байден встретился с Путиным, он ему, видимо, это сказал. А Путин сказал, нет, никаких войск американских ни в Таджикистане, ни в Туркменистане. И Байден на это согласился. Он на это пошел. Поэтому взял и убрал все войска. Так в Америке не работает. У нас в вооруженных силах, да нигде вообще это так не работает. В самолет ты садишься, надо чеклест пройти. Надо, чтобы тебе дало разрешение диспетчер. Надо, чтобы механики сказали, что все проверено, все выключено, все включено. Дом снести. Ты должен пройтись, что люди выселены, что собачьих, кошек нету, что птички, рыбок, не дай бог, там не было в аквариуме нигде. А газ отключен. Это же все инженеры проходят, отмечают, кто-то свои подписи ставит. И только потом дом сносится. А тут снесли дом со всеми людьми, со всем этим. Пожар начался, взрывы от газа. И говорят, подождите, так это же Трамп сказал дом снести. Но не работает это так. У нас в войсках так не работает. Мы должны были предупредить всех своих и скоординировать это с НАТО. Скоординировать это с нашими союзниками, которые оказались там из-за нас. А он 36 часов не отвечает телефон, когда ему Борис Джонсон звонит. Наш ближайший союзник не может понять, что происходит. Почему американцы все бросили и драпанули. От кого? От бородачей, которые не умеют писать и читать. И у них только калаши. Калашниковы автоматы. Мы самая огромная армада. Самая профессиональная армия в мире. Как такое может быть? Не может этого быть. И все молчат. Исполняет этот приказ. Начальник объединенных штабов. Милый. Остон, министр обороны. Линкен, министр иностранных дел. Директор национальной безопасности. Все как бы. Никто не протестует. Никто не говорит. Эй, так не делается. У нас предписание. У нас протоколы, которые мы должны проходить. Так просто мы не можем все бросить. Все оружие. На миллиарды и миллиарды долларов. И уйти. Не было такого договора. Да и Трамп так и не договаривался. Должно было произойти примерно так же, как и в Сирии. Поэтому я думаю, что это было организовано сделано. Это было специально сделано. Это было специально сделано. И теперь, конечно же, вот эти ребята, спецназовцы, бывшие, которые организовались в этот Pineapple Express и поехали обратно туда спасать своих товарищей. У нас там дети застряли. У нас там школьники. 24 школьника еще в Афганистане. Граждане. Сейчас к ним ФБР приходит, проверяет их финансы. Сейчас их обвинят, что это вооруженная какая-нибудь организация. Ведет боевые действия на чужой территории. Против них идет. Мать, которая, вот одного из морпехов, которого убили там вот из этих 13 ребят. Мать одна в Фейсбуке написала, что кровь его сына на руках Байдена, президента Байдена. Так ее забанил в Фейсбук. Вот скорбящая мать. Да, уже казалось бы, можно было ее понять. А Инстаграм вообще ее аккаунт закрыл, убрал. Вот свобода слова. Вот Трамп диктатор, которого можно звать. И вот при Байдене у нас что происходит. Вот СМИ. Вот это пример. Это пример. Это факт. Поэтому кто будет отвечать за это? Сидят все эти генералы. Сидят все эти министры. И говорят, да, мы ему говорили, что две с половиной тысячи солдат надо оставить. Мы тут же рекомендацию давали и Трампу. Почему эти? Откуда эти две с половиной тысячи солдат? Ну и все. Вот они сидят. В мои времена они бы все ушли в отставку. Они бы сказали, да, мы провалили эту операцию. Это было сделано неправильно. Люди погибли. Подаю в отставку. Я не достоин этой дозы. А эти все остаются. Как при Путине. Чем отличается это от Белоруссии или Путина, или еще что-то? Поэтому... Всегда надо смотреть, почему это происходит. Или как это происходит. Смотрите. И вы все-таки профессионал. Я дилетант в этом деле. И я вас прислушиваюсь в этом отношении. Сначала надо сказать, что главный враг это жандармы. Жандармию надо... Жандармов надо разогнать. То есть defund the police. Вот это враг. Ну да-да, я помню. Потом... Потом выпустить криминал. И вот у нас вот эти Соровские генпрокуроры. У меня в городе Филадельфии такой Краснон сидит. Соровский. Он против полиции открыл 500 дел. И все... Весь криминал выпускает. Всех наркодилеров. Всех этих... Бандитов он их выпускает. И у нас упал ли цены на дома. В центр города Ужас, что творится. То же самое в Чикаго. То же самое в других больших городах и Нью-Йорке. Выпустить бандитов. Потому что они социально близки к социальному равенству. Я понимаю. Равноправлению. Потом надо проиграть войну. Проиграть войну с позором. Никогда мы никакую войну с позором не проигрывали. Даже из Вьетнама мы вышли. Как-то благородно. Мы вышли из Вьетнама в 73-м году. А в 75-м году пал Сайгон. И еще тогда сказали, что всех, кто с нами служил, всех, кто работал, надо забрать. Весь Конгресс проголосовал, кроме одного сенатора. Он был против. Знаете, кто? Угадайте. Неужели. Байден? Да. Джо Байден был против. Один сенатор был против. Да. Понятно. Потом надо армию разогнать. Чтобы армия была... Нет, пошли они в свои деревни, занимались своими делами. После 11 сентября у нас у рекрутерских центров очереди стояли. Очереди стояли. Ребята молодые, еще не закончив школу, шли уже записывались в армию. Сегодня ни одного человека. Не можем набрать людей. Никто не хочет служить с лузерами. У талибана сейчас все террористы всего мира туда сейчас съездят. Да, не сомневаюсь. Они сначала завалили одного шайтана, Советский Союз, теперь самого главного шайтана они убрали. С позором убежали. И третье, конечно же, надо разогнать костяк. Уничтожить. Те офицеры, которые не хотят быть в политике, а хотят быть офицерами, оставаться верными присягами, от них надо избавляться. И, конечно же, вот пример подполковника Стурт Шеллер, подполковника морской пехоты, которого арестовали, посадили на губ вахту, сейчас выпустили, правда. Который сказал, а кто за это отвечать за все будет? Вот если у меня в батальоне что-то произойдет, я в ответе. А здесь кто? И все. Он уже не говорит. Он также отказался от помощи и денег Трампа. Он сказал, я не хочу денег Трампа. Все сказали, что вот он, потому что он трампист. Может быть, он и трампист, но денег, потому что он не хочет политизировать это все. Он поступает как офицер, который присяге верен. А такой же, у нас был такой же подполковник Видман, Александр Видман, уроженец, кстати, Советского Союза, в Киеве родился. Он тоже пошел против приказа и выступал в Конгрессе против своего командира, который дал ему приказ не выступать в Конгрессе. Он вынарядился в мундир и выступал против, потому что у него была озабоченность, что президент сказал по телефону президенту Зеленскому. Озабоченность у него. Почему мы не спросим озабоченность у охранников или тот, кто подает кофе, у них тоже может быть озабоченность, о чем президент говорит. Его отправили на пенсию нормально, с медалью дали, он сейчас книжку написал, ходит, значит, ее торгует. Вот эта разница. Если ты за Байдена и против Трампа, ты герой, как Александр Видман, подполковник Видман. Если ты призываешь, не даешь никаких показаний, никого не обвиняешь, а просто призываешь к ответственности командования вооруженных сил, ты предатель, как Стюр Челлер. Гарри, у меня есть предложение. Мы в эфире с вами уже, ну, точнее, это не эфир, а запись больше часа. Серьезно? Я думал, что мы только начали. Время в компании, да, если бы еще пиво у нас было. Это потому, что я вас так долго сдал. Я так долго хотел поговорить. У меня есть предложение. На этом мы закончим, если вы не против. Есть. Ну, пусть это будет не точка, а многоточие. С удовольствием. Спросим наших зрителей, о чем бы они хотели, чтобы мы поговорили. Какие у них есть вопросы к нам, да. И спустя какое-то время мы с вами проведем еще одну беседу. По накопившимся вопросам, обменяемыми мнениями. И с вашего разрешения, если вы хотите сделать это как, ну, в открытом эфире в следующий раз, я готов проснуться в час, в два, в три ночи с вами сделать, сочту за честь. Спасибо, это очень лестно. Спасибо. Гарри, тогда спасибо вам большое. Спасибо всем, кто нас смотрел, слушал и кто будет комментировать. Мы вас просим, пожалуйста, напишите, понравилась вам наша беседа или нет. Было ли вам интересно, уважаемые зрители, и что бы вы хотели узнать, что получить как итог наших будущих, я не сомневаюсь, наших будущих с Гарри Бесед. Гарри, вам спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания.